Традиционно мы в начале каждого нашего эфира делаем перекличку по городам нашей огромной страны. И начинаем с города Киева, со столицы. Уже с нами на связи Влада Цуркан, наша корреспондентка. И также видим, к нам присоединились и город Одесса, и город Славянск. Но мы начнем с города Киева, со столицы, и потом по очереди каждый расскажет, каждая расскажет о том, что происходит непосредственно в их городе. Влада, пожалуйста, что там в Киеве, как сейчас ситуация, как обстановка? Коллеги, накануне в Киеве вечером звучали воздушные сирены. В районе Одесской трассы силы противовоздушной обороны успешно сбили крылатую ракету, которая летела в направлении столицы. В целом, ночь прошла спокойно. Правда, в некоторых районах Киева была слышна работа ПВО. Сбивали беспилотник вражеский. В целом, сейчас ситуация в городе спокойная. Люди стараются жить прежней жизнью. Давайте послушаем. Очень нравится, что город просыпается. Но это все благодаря только нашим защитникам и защитницам. И мы только им обязаны этим спокойствием и этой весной. Очень хочу, чтобы не было взрывов, потому что мы слышим, как в области взрывают мины. Это тоже очень страшно. Сама я из Харькова, и у нас там жесть. Очень хочется вернуться домой. К воздушным тревогам невозможно привыкнуть. Но их стало гораздо меньше. Нужно жить каждый день и радоваться тому, что мы живы. Война, да, есть. Но нам надо ее прожить. И, безусловно, надо находить дела. Они есть. Местные власти также просят киевлян пока что не возвращаться в город, поскольку вероятность обстрелов достаточно высока. Ну а сейчас моя коллега Алена Грамова расскажет о ситуации в Славянске. Доброе утро, коллеги. Ну, я больше, наверное, расскажу о ситуации в Донецкой области. Так вышло, что сейчас мы находимся в Славянске. Дело в том, что сегодня прогремело три мощных взрыва. Это было без пяти часов 8 утра, почти 8 утра. И мы слышали о том, что под обстрелы попало несколько жилых кварталов. Поэтому после съемки эвакуации, о чем я подробно вам расскажу, мы приехали в город Славянск для того, чтобы оценить масштабы этих обстрелов. Начну, наверное, с самого начала, с того, что случилось за минувшие сутки. На самом деле, с момента произошедшей трагедии на железнодорожном вокзале в Краматорске, вот вчера именно погибло максимальное количество людей вот с того дня. То есть 21 человек в области за сутки погиб. Всего 315 погибших в области. Но в эту цифру, хочу сказать, не включена цифра погибших, страдавших в Волновахе и в Мариуполе. 21 человек за сутки в Донецкой области. 10 из них, вы знаете о том, что вчера был обстрелян коксохимический завод в Авдеевке. И люди просто находились вблизи завода на остановке, ждали рабочего автобуса, который развозил их по домам. И была обстрелена эта остановка. Таким образом погибло 10 работников коксохимического завода. Кроме того, есть погибшие в Лимане. Хочу напомнить, это одна из горячих точек на сегодняшний день в Донецкой области. Именно здесь мы снимали эвакуацию. Но все же, возвращаясь к тем районам, которые по-прежнему обстреливаются и обстреливаются активно. Это Очеретинская громада, это Марьинское направление, это направление Изюма. Все населенные пункты, которые находятся вблизи Светогорска. И это Лиман. Ну и, конечно же, Авдеевка, которую не прекращают оккупанты обстреливать каждый день. К сожалению, сегодня есть погибшие, раненые мирные жители. В связи с этим, все-таки вы видите, что ситуация обостряется. Прилеты по центру города, скоплению людей, просьба меньше находиться на улице, ближе к укрытиям. Ну а в целом, в который раз призываю эвакуироваться из города. Скоплению людей. Которые находятся практически под постоянными обстрелами. Это сложная ситуация. Даже на своей странице в Фейсбуке глава города Краматорска Александр Гончаренко буквально недавно заявил о том, что пустой ушел поезд из Покровской эвакуационной. То есть ни единого желающего человека не было желания у людей эвакуироваться. В общем, с этим ситуация непростая. Несколько минут назад, нет, около часа назад мы общались с людьми, которых удалось эвакуировать из города Лиман. Это горячая точка. Сейчас мост между Лиманом и населенными пунктами вблизи Славянска разрушен. Поэтому сложно людей эвакуировать. И сами люди после эвакуации сегодня плакали и рассказывали о том, что они фактически под обстрелами покидали свой город. Поэтому у нас все главы городских советов и военно-гражданских администраций, людей все-таки призывают эвакуироваться. Что касается прорывов, то действительно это тоже максимальное количество попыток прорваться оккупантов через наши позиции, позиции украинских военнослужащих. Их за сутки было 12. Ну и когда попытки ни к чему не приводят, они просто продолжают обстреливать мирные города. Так сегодня случилось и в Славянске. По предварительной информации было нанесено 3 ракетных удара, пострадавших нет. Мы дальше следим за информацией, которая происходит у нас в области. А я хочу передать слово своей коллеге Анастасии Волковой, которая находится в Луганской области. Ну и конечно ситуация... Прошу прощения Одессы. Одесса. На связи с Викторией Синко. Слово ей. Она расскажет о ситуации в Одессе. Добрый день, коллеги. Российские войска продолжают активно обстреливать Одесскую область. Вчера одесситы снова слышали мощные взрывы в городе. По информации оперативного командования ЮГ, российские войска нанесли ракетный удар тремя ракетами. Но наши ПВО их удачно сбили. Тем не менее, вечером также было тревожно, неспокойно. Достаточно длительное время звучала воздушная тревога. И в это время враг попытался снова обстрелять наши позиции, нашу область двумя ракетами. И городской глава Арциза сообщил о том, что есть попадание в инфраструктурный объект. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В общем, ночь в регионе прошла без обстрелов и воздушной тревоги. Тем не менее, по словам Сергея Брачука, спикера Одесской военной администрации, в регионе продолжается достаточно сильный риск обстрела, ракетных обстрелов со стороны российских войск. А также хочу отметить, что глава Одесской военной администрации Максим Марченко объявил борьбу с телевещанием спутниковым со стороны агрессора. Давайте их услышим. Напоминаю, что угроза нанесения ракетных ударов остается очень высокой. Тактика врага – попытка уничтожить наши объекты инфраструктуры, уничтожить логистические и транспортные коридоры. Также хочу отметить, что в эти дни ожидается повышение в проведении информационно-психологических спецопераций специальными подразделениями Российской Федерации. Будьте внимательны, не ведитесь на провокации. Отключение каналов является постепенным и объемным действием. Сейчас с помощью западных партнеров мы делаем шаги по отключению спутников, которые арендуют российские телекомпании. Создаем альтернативу этим каналам, увеличивая покрытие цифрового телевидения. В пропаганде врага не будет места на территории Одесской области. Ну и стоит отметить, что также не стоит ожидать открытия пляжного сезона. Его отстучили до победы. Военные не собираются пока длятся военные действия разминировать пляжи. Поэтому и в Одесской военной администрации отмечают о том, что пока нет места для отдыха. Также стоит отметить, что враг продолжает активно проводить разведку в нашем регионе. Но наши ПВО достаточно справляются с тем, чтобы их обезвреживать. И так два дня подряд наши ПВО сбивали российские новейшие беспилотники, типа «Форпост». Это такой беспилотник, который может не только осуществлять разведку, но и осуществлять ударные, наводить так на объекты. Его особенность в том, что он может работать на высоте 5 километров на протяжении 16 часов и дальность его действий 400 километров. Что ж, дальше будем отслеживать ситуацию в Одессе и области. Пока без обстрелов. И я передаю своей коллеге слово Анастасии Волковой. Брат Олега, на Луганщине ситуация, как говорит руководитель области Сергей Гайдай, остается стабильно тяжелой. Российские наемники обстреливают горскую громаду Попасную, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили 12 вражеских атак. Армейцы уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронетехники и 9 автомобилей противника. Ежедневно чиновники просят местное население эвакуироваться, чтобы избежать большого, скажем, числа жертв. Нам удалось снять один из таких эвакуационных рейсов. Мы стали свидетелями, как родители отправляют своих детей в более безопасные уголки Украины, а сами остаются жить в подвалах города, который практически ежечасно оказывается под огнем обманков. Предлагаю посмотреть. Приедем, бабушку досмотрим и обязательно поедем. Все будет хорошо. Среди эвакуированных в Северно-Джану в Шпичево спасатели смогли вывезти из-под обстрелов. 82-летняя женщина не смогла сдержать эмоций. Все здесь нормально. Люди очень хорошие, добрые. Все друг другу помогают. За их помощь. Я очень довольна. А сейчас еду, потому что я в Шпичево живу. Пыша вся уже побитая, стекла выбитые. Жигун у нас старый там стоял, стекла, стекла выбивала. Напротив дом разбитый. Дальше залил дом. Половина Щегрищева. Все разбито, уничтожено. Сколько людей. Один мужчина по улице Кирова пошел что-то, кран воды что-то набрать. И ему голову снесло в этот момент. Там же пошли рядом же к празднику, по хоронению. Там закопались. Всякие бои. Тяжелое время расширяло. Ужасное. Я не знаю, как этот Путин, что у него там в голове. Непонятно. Как он может уничтожать? Господи, Господи. Господи, дай Бог, я люблю так же. Лервы на пути. Коллеги, сейчас вы можете слышать взрывы. Вдалеке идут боевые действия. На сегодня в подвалах Севердонецкой общины остаются около 20 тысяч мирных жителей. До войны эта цифра составляла более 130 тысяч. Люди до сих пор не желают эвакуироваться и надеются переследить войну. Отсутствие света, газа, воды и крыши над головой. Российская армия уже уничтожила около 70% города. Ну, люди, возможно, боятся ехать, но самые активные выехали те, кто хотели. После сильных обстрелов количество желающих увеличивается. 20-30 человек, когда меньше, как сегодня, например, 5 человек. Один раз был один человек, и мы его вывезли. И было такое, что вывозили по-всякому. Было, например, 4-5 рейсов в Новозолотаревку, и там оставалась одна бабушка с кошечкой. И ее эвакуировали. В общей сложности за один день эвакуации, который мы смогли снять, удалось вывезти около 50 жителей региона. Людей эвакуируют в Днепро, либо же западные регионы Украины. Там помогают с размещением, питанием и оказывают медицинскую помощь. Я передаю слово вам, Алексей. Спасибо, Анастасия. И здравствуйте, студия, здравствуйте, ведущие. И также наша аудитория действительно перевозят сюда, в Днепр. Мы сейчас находимся в Днепре. Мы сюда приехали из Запорожья, где были вчера. Вот здесь, в Днепре, развернуты логистические центры для переселенцев, которые прибывают из западных, из восточных регионов Украины. И эти центры, в принципе, имеют все необходимое для не только первой помощи людям из Донбасса, людям из Крыма, из южных областей, но и на более долгосрочное пребывание здесь. Мы были вчера в Днепре в местном общежитии, которое полностью перестроено под пребывание переселенцев. А также побывали в Запорожье, которое сегодня является окном в свободный мир. Не побоюсь так вот пафосно сказать, потому что именно так выглядит сегодня город Запорожье, как окно в большую Украину. Почему? Потому что боевые действия ведутся уже и на территории Запорожьской области, которая граничит с Донбассом, с Донецкой областью. Люди из приграничных, вот к административным границам Запорожьской и Донецкой областей, из этих приграничных районов и поселков пытаются выбраться в безопасные места. И таковым хабом сегодня является Запорожье. Я вчера говорил с главой Запорожьской областной военной гражданской администрации, он сказал, что в области сирены ежедневно... Мы вчера также, когда приезжала колонна людей из Мариуполя, из Азовстали, стали свидетелями того, что когда колонна двигалась, сирена начала вопеть просто по всей трассе, как двигались эти машины. И когда мы находились на парковке, люди, приехавшие из Мариуполя, на это совершенно не обращали внимания. Они говорят только о том, что они не слышат взрывов, и земля под ногами у них твердая. Для них это важно, потому что, сидя в подвалах той же Азовстали, многие переживали вот эти вибрации, шатания всей конструкции, и каждую минуту думали только о том, как уберечь себя. В большом репортаже, который будет дальше в эфире, я надеюсь, нашего канала, все это подробно собраны нами, высказывания, мысли, оценки, первые комментарии тех, кто выбрался из Азовстали. Ну а мы здесь будем работать дальше, в южном направлении Украины, это Днепр, это Запорожье, это Николаев, это Кривой Рог, это Херсон, это Одесса. Мы здесь постараемся для нашей аудитории собрать максимально полную картину ежедневного информирования. Недавно в Николаеве была наша коллега, журналистка Анастасия Жук, она передала ту атмосферу, в которой сейчас пребывают и находятся там люди. Ну а в Днепре, видите, за моей спиной, жизнь идет своим чередом. Город оборудовал массивные логистические центры, хабы для передачи гуманитарной помощи по всей территории страны. Здесь действительно и местная городская власть, и областная власть, они, по-моему, перестроили весь свой план работы исключительно только на то, чтобы помочь людям востока и юга Украины пережить это время более безопасно, более комфортно. На улицах города Днепропробки все основные магазины, торговые центры работают. До Запорожья отсюда ехать ровно один час, и там тоже жизнь идет своим чередом, несмотря на то, что иногда слышны взрывы. Вчера мы также стали свидетелями и слушателями, скажем так, взрывных звуков, но оказалось, что это ПВО, украинская противовоздушная оборона, справляется с вызовами ежедневно. И ежедневно становится сильнее, благодаря, конечно, в том числе активности президента Владимира Зеленского, который, наверное, каждый час посвящает только одному вопросу. Безопасность, целостность Украины и мирное наше будущее. Именно благодаря центральной украинской власти и усилиям Зеленского, вы помните, была встреча его с главой ООН Гутеришем, вот после этой встречи произошла эвакуация людей из Мариуполя. Вчера было, по-моему, 150 человек эвакуировано в Запорожье. Каждый день какие-то эвакуационные караваны движутся с востока, каждый день люди находят новые укрытия, убежища, в том числе здесь, в Днепре, едут кто-то дальше, в Западные области, кто-то за границу. Но это выбор человека, куда ехать, где быть, с кем проводить время и так далее. К сожалению, те, кто находятся на оккупированных территориях, иногда такого выбора не имеют. И их, как свидетельствуют некоторые из Мариуполя, особенно первой волны эвакуации, им просто не давали такой возможности и права даже уехать в сторону Украины. Сейчас ситуация из-за международного давления и влияния Киева изменилась. И группировки Прокси России на Донбассе уже побаиваются, побаиваются людей в одностороннем порядке отправлять только в Россию. Все-таки все, с кем я вчера говорил, подтверждали, что, выйдя из Азов в Стали, их отправляли в фильтрационные лагеря в Безыменное, где спрашивали. Вы хотите в Украину, вы хотите в Россию, вы хотите в республики, как они говорят. Конечно же, большинство едет домой, в Запорожье, в Большую Украину. Здесь все, здесь и родственники, и деньги, и паспорта, и права, и возможности открыты. Весь мир для всех, независимо от прописки. Алексей, спасибо большое. Также хочу сказать огромное спасибо всем нашим журналистам, журналисткам, которые работают на передовой, работают в военное время и доносят нам информацию. Алексей Мацука, шеф-редактор канала, украинского канала и навещания UA. Анастасия Волкова, наш корреспондент непосредственно из Северодонецка. Виктория Синько из Одессы, Алена Грамова с нами была также из города Славянск. И Влада Цуркан из города Киев. Спасибо вам большое, коллеги, за такую перекличку по всей Украине.